Когда они говорили о всем, сам Иисус стал посреди них и сказал им, «Мир вам!» Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им, «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осяжите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». И, сказав это, показали им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал им, «Есть ли у вас здесь какая пища?» Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового меда. И взял, ел пред ними и сказал им, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах». Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и сказал им, «Так написано и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему, и Я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше». И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью, и пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь. Сегодняшний Евангелие повествует нам о том событии, которое легло в основу одного из величайших двенадесятых праздников, чтимых с Православной Церковью – Вознесения Господа, Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Евангельское повествование, которое мы только что слышали, начинается с подтверждения реальности воскресения из мертвого Господа Иисуса Христа. Именно для этого Он является Своим ученикам и предлагает им прикоснуться к ранам на руках и ногах, а после даже просит у них для Себя пищи. Когда же ученики уверились о том, что пред ними подлинно Христос, Спаситель сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще был с вами, что надлежит исполнить со всему, написанному о мне законе Моисеевым и в пророках и псалмах». Тем самым Господь в очередной раз показал, что именно Он является средоточием и главным объектом Священного Писания Ветхого Завета. И тогда, как замечает евангелист, Христос отверг с апостолом ум к уразумению Писаний. По замечанию святителя Иоанна Златоуста, одного чтения Писания недостаточно для разумения, иначе иудеи никогда бы не распяли Господа. Но для того, чтобы разуметь Писание, нужно озарение свыше от самого Господа. И апостолы такое озарение получают после воскресения Спасителя. Обращаясь далее к апостолам, Господь указывает на причину их избрания. Они должны были стать свидетелями дела спасения, совершенного Христом, и теперь они должны понести евангельскую весть по всему миру. Однако понести не сразу, пред этим они должны облечься силою свыше. По словам блаженного Феофилакта Болгарского, сила свыше – это благодать Святого Духа, который должен напомнить, и не просто напомнить, а разъяснить апостолам все, сказанное им самим Господом Иисусом Христом на протяжении всего Его земного служения. Но для того, чтобы получить такую благодать, апостолы должны были оставаться в Иерусалиме и никуда не расходиться. После этого Господь, как повествует Святой Евангелие, вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их, и, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Именно такими словами описано событие вознесения Господа нашего Иисуса Христа на небеса. Но зачем Господь возносится? Неужели для пользы распространения христианства не лучше было бы Ему остаться в этом мире и продолжить проповедь Евангелия? Отвечая на данный вопрос, святые отцы замечают, Сын Божий стал Сыном Человеческим не для того, чтобы проповедовать Евангелие, это мог бы сделать и человек, но для того, чего человек сделать никогда не смог бы, чтобы принести себя в жертву и тем самым спасти человека от греха и смерти. Следовательно, после воскресения миссия Христа на этой земле завершается. Он должен уступить место иному утешителю, Духу Святому, который приходит для того, чтобы усвоить каждому человеку то, что совершил Христос, спасение и освящение человеческой природы. Святитель Епифаний Кипрский говорит, многие недооценивают события вознесения Христова, но при этом они забывают, что вознесение – это логический итог воскресения. Воскресением побеждена смерть, но лишь в вознесении человеческая природа посажена одесную Бога. Подобные мысли выражает и святитель Афанасий Великий. Воскресение дарует людям победу над смертью, вознесение же, преображая земную жизнь человека, возводит ее на небо. Следовательно, первое – это победа над смертью, а второе – восхождение человеческой природы на престол Божий. Главным следствием вознесения Господня стало то, что с этого момента человеческая природа получила полное участие в божественной жизни и в вечном блаженстве. Человеческая природа Христа не растворилась и не была поглощена божественной. Приняв на себя человеческую плоть, Господь не избежал смерти, а победил ее и сделал человеческую природу сопрестольной божеством. Вознесение Господне на небо – это фактически напоминание каждому человеку о его истинной Родине. Святитель Иоанн Златуус замечает, «Господь мой сошел с неба на землю, чтобы я мог взойти с земли на небо». Христос возносится на небо, чтобы приготовить нам место на небесах. Писание говорит о том, что Христос вошел на небеса пред течью за нас и что Он стал нашим ходатаем. Как и все свои деяния, Христос совершает это нас ради человека и нашего ради спасения. Ходатайство Господа было так необходимо для нас, потому что мы, грешники, не могли сами войти на небеса, явиться пред лицем Бога. Читая сегодняшний Евангелие, возникает еще один вопрос. Почему Вознесение Господне совершается не в Иерусалиме, но за городом? Святые отцы видят в этом указание на то, что город – это символ суеты и греховных помыслов, и потому, чтобы вознестись к Богу, следует оторваться от суеты этого мира. Священномученик Григорий Шлисебурский отмечает, дорога Вознесения начинается уходом из города, того земного, что заслоняет собой небесные. Нужно вывести душу с запутанных улиц, путей земли, чтобы маленькие, ничтожные, временные интересы мира сего не заслонили собой интереса к вечности. Господь возносится для того, чтобы каждый из нас вечно жил и сосарствовал со Христом. Таким образом, Господь все сделал для нашего спасения. Своим Вознесением на небо Сын Божий открыл нам путь в небесные обители. Но пойдем ли мы указанным путем или остановимся где-либо на полдороги, зависит только от нас. Мы должны помнить, что принадлежим не только земле, но и небу, не только времени, но и вечности, не только материи, но и духу. И помня это, мы должны делать все, чтобы не утратить наше вечное гражданство на небесах. Субтитры создавал DimaTorzok